Живопись, скульптура и графика соединились в одном зале Люберецкой картинной галереи. Студенты и выпускники колледжа Гжельского государственного университета представили свои работы на выставке «Искусство молодых», где побывала и наша съемочная группа. Евгения Петракова сегодня художница и скульптор, в прошлом муниципальный служащий. В 30 лет она решила полностью изменить свою жизнь и заняться любимым делом и поступила в колледж Гжельского государственного университета на художественное отделение. И как-то вот оно все пришло ко мне, знаете, такое вот прям в какой-то один момент. И все, я уже поняла, что я больше ничего не могу делать, кроме это. Евгения окончила колледж с отличием. На выставке в картинной галереи она представила свою выпускную работу. Это моя дипломная работа. Город единственно непохожих, а насущным о том, что женщины выбирают творческие профессии, а мужчины больше становятся гуманитариями. Но мужчины нас поддерживают на этом пути. А как вы пришли к этой идее? Что вас вдохновило? Любовь. Любимый человек. По словам Евгении, мужчина – главная опора в жизни женщины, как и в ее скульптуре, выполненной из гипса. Над композицией художница работала около полугода. На выставке представила и другую свою работу. Еще представлена промежуточная работа. Это бюст, портрет моего одногруппника, моего товарища, очень хорошего друга. Иван Сидоренко тоже скульптор. Ради подруги стал моделью для керамического портрета. Приходилось позировать по два-три часа в день на протяжении месяца, чтобы получилось произведение искусства. Во-первых, тяжело, но все-таки я справился. Правда, было неудобно, конечно, но это ничего страшного. Самое главное – работа того стоила. Выставка «Искусство молодых» собрала работы более 20 молодых мастеров. Это скульптура Сальвадора Дали и Льва Толстого, картины «Дама в шляпе», «Танцовщицы» и многие другие. Здесь, в картинной галерее, представлено несколько выставок молодых, творческих, очень интеллектуальных, активных студентов. Выставка в данном зале Кжельского государственного университета, колледжа Кжельского государственного университета, она нас заинтересовала своими необычными, очень юношескими, задорными работами. Увидеть произведения молодых художников можно до конца августа в Люберецкой картинной галерее. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.